Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создателя Гардемарины – секс-символа советского кинематографа. Художественным состоялась творческая встреча с актрисой, режиссером Народно-артисткой России Светланой Дружининой. Еще один спортивный комплекс Самарской области построят инвесторы. Социальные проекты и инновационные разработки в сфере нефтедобычи обсудили на встрече губернатор Николай Меркушкин и президент компании «Лукоил» Вагит Олегперов. В Самарской области компания развивает инновации и начинает работать со сложными месторождениями, повышая добычу углеводородов. В регионе создан центр по работе со сверхвязкой нефтью. Опыт его специалистов будут использовать другие регионы. Ежегодно компания платит около 2 миллиардов рублей налогов в бюджет области. Кроме этого, между правительством региона и «Лукоилом» подписано соглашение о работе по развитию муниципальных районов. За три года на социально значимые проекты холдинг потратил более 700 миллионов рублей. Был построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Лукошки» и тренировочный комплекс с игровым залом в Большой Глушице. Мы построили сейчас новый комплекс «Лукошки». Мы тоже надеемся, что жителям этого района понравится тот объект. Я считаю, что наши проекты не останавливаются на этом. И в дальнейшем мы в течение двух-трех недель подпишем новые соглашения, где будут также говорены социальные проекты, которые компания будет инвестировать в средства. Два района претендуют с готовыми проектами. Это будет двойка, то есть не просто два, или лед с универсальным залом, или универсальный зал с бассейном, который позволит еще одному нашему районному центру и поселениям через год иметь все условия для того, чтобы люди могли заниматься и спортом, и оздоравливать себя. Человек, который работает в государственных масштабах и в интересах каждого. Заслуженный строитель России, председатель Союза народов Самарской области, меценат Росислав Хугаев стал почетным гражданином Самары. Родом из Южной Осетии, но гражданин России он многое сделал для обеих стран. Самара занимает в его сердце особое место. Росислав Хугаев награжден почетным знаком за труд во благо земли Самарской, и неоднократно получал благодарности от городской администрации, губернской думы и областного правительства, имеет государственные награды. Республик Северная и Южная Осетия. О вкладе этого удивительного человека в историю Самары расскажет Олеся Корецкая. Человек-слово, дело и чести говорят о Росиславе Хугаеве, его родные, друзья и коллеги. Не боится начинать с нуля большие дела. Так из кооператива появилась целая группа строительных компаний. Именно под руководством Ростислава Хугаева в Самаре построили сотни тысяч квадратных метров жилья. Дома для детей-сирот и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Я как брат просто горжусь, что есть у меня такой брат. Но он то, что заслуживает, это однозначно. Тут вопросов никаких не могут быть. Если не он, кто другой реально. Потому что очень много сделано. Очень много занимаемся и занимался благотворительностью. Притом это не просто меценатство, да? Это вот осознанная потребность души у Хугаева вкладывать деньги, которые у него есть, которые он заработал сам, и в культуру, и в поддержку культурных направлений различных и так далее. Его отличает честность, принципиальность, любовь к людям, любовь к друзьям. Он всеобъемлюще, вот с душой, с открытой относится к друзьям. Он готов всегда прийти на помощь. Человек с государственным подходом Ростислав Хугаев строит для жизни и для людей. В Самаре с его легкой руки появился целый микрорайон. Волгарь как небольшой город с хорошей инфраструктурой, с дорогами, школой, детскими садами и спортивными комплексами. Из жемчужины этого места строящийся парк дружбы народов, целый этнографический комплекс. Его уже признали лучшим во всей стране. Настоящий музей под открытым небом. Десятки домов с историей всех 157 национальностей Самарского региона. Национальный вопрос для Ростислава Хугаева едва ли не самый важный. Он сам родом с Кавказа, учился в Куйбышеве. Уже будучи гражданином России, работал премьер-министром Южной Осетии. В Самаре объединил осетин в общественную организацию, а затем возглавил союз народов Самарской области. Вот с ее приходом это вдохновление какое-то межнациональных отношений. Во-первых, образовались соответствующие национально-культурные центры. Началась сплоченность и вот патриотическое интернациональное воспитание и сближение и народов, и культур стало особенно вот в этот период заметным. Именно с приходом Ростислава Хугаева национальные праздники стали межнациональными. На них нет деления на своих и чужих. Словно отец большой семьи, Ростислав Хугаев любит каждый народ. Согласие между ними в этом сила всей России, уверен он. И ему верят. Сразу, что выделяет Ростислав Ярастович, это самая настоящая любовь к России, любовь к своему городу и отсюда его позиция. Нужно ценить тот мир, тот город, нашу страну, в которой мы живем сейчас. Потому что условия, которые нам созданы, на самом деле, они просто безграничны. Человек с тихим голосом, он немногословен, но за него говорят дела и поступки. Требовательный и обязательный. Всегда готовый прийти на помощь и не просит ничего взамен. Он всегда как будто немного в тени. Не старается делать что-то на показ. Почетный гражданин города Ростислав Хугаев. Он живет в Самаре и живет для Самары. Работает для нее и для людей. Олеся Корецкая, Константин Головин, События. Таких берут в капитаны. Жительница Самары Светлана Медведева отстояла в суде свое право работать по специальности. На речном пассажирском предприятии ей отказали в трудоустройстве мотористом-рулевым, ссылаясь на перечень профессий, вредных для здоровья женщин. Показания – слишком высокий шум на рабочем месте. После проигрыша в российских судебных инстанциях Светлана Медведева обратилась в Комитет Организации Объединенных Наций по дискриминации в отношении женщин. Рассмотрев претензию, ООН дала ответ с рекомендациями в адрес властей. Запреты должны охранять материнство, а не затруднять доступ женщин к занятости. Это решение помогло заявительнице выиграть процесс. Впрочем, по словам Светланы Медведевой, за пять лет тяж бы, а она уже стала капитаном на другом предприятии, и менять место работы не собирается. Заступила Светлана из-за мужчин. По ее мнению, на рабочих местах нужно создавать безопасные условия, а не подвергать их здоровье вредному воздействию. Точку можно поставить, я бы сказала, многоточие, потому что постановление правительства все равно мешает женщинам занимать запрещенные должности. И любой женщине, которая претендует из этого списка, ей придется обращаться в суд. Правда, немножко у нее будет быстрее история, не как у меня пять лет. То есть, ссылаясь на мое решение, она будет выигрывать дело. 200 миллионов рублей похитили мошенники с банковских карт россиян с помощью новой схемы. Как не попасться на удочку злоумышленников и не потерять деньги, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня чуть подросли. За баррель марки «Брент» дает 55 долларов 60 центов. Валюта дорожает. Курс на 21 сентября. Доллар 58 рублей 12 копеек, евро 69 рублей 76 копеек. Золото стоит 2444 рубля, серебро – 32 рубля 4 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 33 копейки, дороже всего продать за 57 рублей 57 копеек. В России уменьшаются долги по зарплате. Предприятия выплатили работникам больше 100 миллионов рублей. Осталось вернуть людям еще больше 3 миллиардов, заработанных честным трудом. Мошенники нашли новый способ отъема денег у населения. Жертвы ищут на сайтах бесплатных объявлений. Обещают оплатить покупку на банковскую карту. И для перевода просят сообщить код, который находится на обратной стороне карты. Назвав эти три цифры, люди тут же лишаются всех своих сбережений. Таким образом похитили уже 200 миллионов рублей. А «АвтоВАЗ» назвал цены на свои новинки. «Лада Веста СВ» и «Лада Веста СВ Кросс». Стартовая цена в комплектации «Комфорт» – 640 тысяч. Люксовая версия – 700 тысяч. На этом все. Удачи в делах. Говорящие трамваи вышли в рейс. Самаре заработала система информирования и ориентирования инвалидов по зрению. 23 маршрута оснастили устройствами, которые сообщают о том, что на остановку прибыл нужный трамвай. Как это работает, услышала Марианна Мирная. Трамвай следует по 23 маршруту. Большая петля 23-го трамвая по всему городу собирает пассажиров, среди которых много инвалидов по зрению, активных и деятельных. Добираться до работы раньше было проблематично. Приходилось спрашивать у прохожих номер маршрута. Теперь они могут быть самостоятельными и чувствовать себя гораздо комфортнее. Я очень благодарен, скажем так, к всем, кому я обращался. Именно с этой, по крайней мере, проблемой. Они с пониманием к этому относились. Никогда не было никаких препонов. И спасибо вам огромное. Сначала здесь от чистого сердца. В марте этого года Анатолий обратился к главе города Олегу Фурсову. Попросил сделать общественный транспорт доступным для слепых пассажиров. И ответ не заставил себя долго ждать. В Самаре появились трамваи со звуковым оповещением маршрута. Польза от них и незрячим, и водителям трамваев, которые частых пассажиров знают в лицо. Они всегда стоят там, где трамвай останавливается, первые двери. В любую погоду. В любую погоду. Нигде не на остановках. Их сразу же видно. И до этого приходилось нам брать микрофон в руки и объявлять. Трамвай следует по такому-то маршруту. Так-то, так-то, так-то. А сейчас решили поставить автоинформаторы. Пока таких машин всего семь. Это пилотный проект. Но положительных отзывов уже немало. Мы уже пообещали, что в начале года постараемся еще два маршрута сделать. Но если все хорошо пойдет, и отзывы будут такие же хорошие, то мы понимаем, в каком направлении нам двигаться. У нас еще есть и троллейбусы, и автобусы. Этот выходной динамик, который сделан, так скажем, влагозащитным, для того, чтобы внешние факторы, там, дождь и снег, не попадали на эти приборы. По одной из городских программ безбарьерной среде до 2020 года в Самаре оборудуют звуковыми сигналами все светофоры. В начале следующего года еще на двух трамвайных маршрутах, пятом и первом, появятся говорящие динамики. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. В парке «Пятидесятилетие октября» продолжается большой ремонт, и его первый этап почти завершен. Работы здесь начались еще в августе по поручению губернатора Николая Меркушкина. Что уже сделано в парке, проверила комиссия с городской администрацией. Есть ли нарекания к подрядчику, расскажет Лариса Шалафаст. В парке «Пятидесятилетие октября» ремонт в самом разгаре. Рабочие одновременно трудятся на всех 20 объектах, которые запланировано обновить. Уже практически завершили ремонт игрового городка. Возводят танцевальную площадку со сценой. Обновляют покрытие пешеходных и велосипедных дорожек. На территории парка будет три вида покрытий. Во-первых, это плиточное, тротуарное. На входных группах в трех местах, которые будут подвержены ремонту. Вокруг озера будет два вида тротуарных дорожек. Одна из них в плитке, вторая – велосипедное асфальтовое покрытие с применением цветного пигмента. Особое внимание главному украшению парка – озеру. Пока идет ремонт, на водоеме осталась только часть обитателей. Хоть уровень воды сейчас намного ниже обычного, это ничуть не смущает ни рыбаков, ни уток. А вот лебеди временно переселились в парк Гагарина, но обязательно вернутся сюда позже. В порядок приводит и фонтан «Царевна-лебедь». Сейчас специалисты снимают старые слои краски. Затем на чистый металл нанесут светолюминесцентное покрытие. Продолжается и очистка дна озера от мусора. Чего только не находили водолазы, начиная от пластиковых и стеклянных бутылок до деревянных дверей и фрагментов плит. В целом строители в график укладываются. На сегодняшний день мы принимаем работы по первому этапу. Нареканий нет. Все идет в графике. Все работы выполняются согласно технологическому заданию. Завершить первый этап ремонта парка планируют до конца октября. Лариса Шалафаст, Василий Калдашов. События. Информационный стенд в каждый подъезд. Чтобы работа старших по дому, общественных советов и управляющих микрорайонов была прозрачной. Каждый житель должен знать, что происходит во дворе и, главное, как тратятся деньги, собранные за коммуналку. Работа ведется по всему городу. Сами жители тоже не сидят сложа руки и, вооружившись вдохновением и энтузиазмом, превращают свои дома в произведения искусства. Сергей Кизоркин побывал в подъезде, который уже смело можно называть арт-объектом. Электрик Анатолий Нечапорук начал писать картины несколько лет назад. Ему надоела серость и грязь в своем подъезде. Он вымыл стену на этаже, где живет, и нарисовал сказочных героев. Идея понравилась соседям. Теперь подъезд с первого до последнего этажа – картинная галерея. Захотелось немножко взорвать обстановку, так сказать, просто потому что настолько все надоело. Облезла и стена, все это кругом, знаете, она как бы за душу тянет. Я хочу, чтобы в этой картине я мог жить. То есть, вот, моя душа должна быть там. И чтобы вот этих людей, которые я нарисую, я их любил, чтобы они были все такие вот, ну, самые такие хорошие, как если бы я хотел, чтобы они были на самом деле. Герои картины Анатолия – соседи, которые поддерживают его начинание не только в качестве моделей. Вместе с Анатолием они начали преображать 167-й дом по московскому шоссе три года назад. Говорят, работы еще много. Не красоту единые. Теперь на стене подъезда Анатолия появилась информационная доска. Во-первых, власть должна слушать, что хотят люди, которые живут здесь. А во-вторых, помогать. Поэтому мы хотели бы работать вместе. Мы просим, нам помогают, а мы будем, что от нас зависит, делать. Посадят нам, мы будем поливать. Вот. И будем приводить в порядок с удовольствием. Хочется, хочется зайти в красивый двор, зайти в чистый подъезд. Надо, наверное, все-таки идти вот к этой чистой, комфортной, красивой жизни и жить с удовольствием. По инициативе областных и городских властей такие доски появляются во всех домах города. На них размещается полезная информация, где проходят районные мероприятия, как распределяется квартплата и средства из фонда капремонта. Ну, конечно, я же не могу каждый день всех обзанить по телефону или каждый день общаться с жителями, вот с каждым жителем. Поэтому очень удобно прикрепить туда объявления. Житель проходит, читает бланки для РЭО, чтобы можно было беспрепятственно, любой человек с дома мог вызвать себе электрик или сантехника, заполнить этот бланк и кинуть его в почтовый ящик. Старшему по дому, чтобы он потом, когда оплачивал, видел, что это действительно, работы прошли. В соседнем доме в этом году пройдет текущий ремонт подъезда. Об этом жители узнали заранее на информационном стенде. Очень полезная информация. Этот стенд, конечно, нужен для всех жителей нашего дома. Здесь график уборки указан и отчеты о денежных средствах, которые сдаются на содержание и ремонт жилого дома. В планах управляющего микрорайоном Воронежские озера-3 во дворе посадить ель, чтобы в новогодние каникулы устраивать праздник прямо на улице. А рядом с фонтаном разбить аллею и посадить английский газон. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Экс-директор театра «Лайт» Михаил Ушаков, осужденный за мошенничество с деньгами Роснефти, вышел на свободу, о чем он разместил пост в соцсетях. Напомним, по версии следствия, насчет театра «Лайт» по спонсорскому договору в феврале 2012 года от нефтяной компании поступили 106 миллионов рублей, которые затем через банк были переведены на счет ООО «Ротор», а оттуда четырьмя операциями обналичены. В 2015 году суд признал виновными Михаила Ушакова, а также его партнеров, братьев Андрей и Алексея Зуевых. Кроме четырех лет лишения свободы, подсудимые должны были вернуть компании 90 миллионов рублей. По словам Ушакова, пока он выплатил около 20 тысяч. Охранника убитого во время ограбления Самарского банка могут представить государственные награды. 69-летний Петр Стрельцов был смертельно ранен на прошлой неделе при исполнении. Он пытался выбить из рук грабителя оружие резиновой дубинкой. Получил две пули в живот и одну в руку. Скончался охранник в больнице после операции. До работы в банке Петр Стрельцов строил Самарское метро. Семье погибшего руководство банка собирается выплатить компенсацию, а также направить документы в Росгвардию, чтобы посмертно наградить Петра Стрельцова за проявленный героизм. В Самаре девятка повисла на заборе. Это произошло на улице Солнечной. Остается только удивляться, как она там оказалась. Выяснилось, водитель решил ее самостоятельно починить. Вот только попытка не увенчалась успехом и закончилась весьма неожиданно. Автомобилист доехал на эстакаду, но, видимо, не успел вовремя затормозить. В результате машина проехала по воздуху и упала прямо возле тротуара. К счастью, окончательно сбежать авто не дало ограждения. И из людей никто не пострадал. Команда художников начала работу над 30-метровым портретом врача и почетного гражданина Самары Владимира Середавина. Граффитисты нанесут разметку на многоэтажный дом на улице Губанова 4, который недавно капитально отремонтировали. Многоквартирные дома, на которых рисуют граффити, выбирают не случайно. Они расположены на гостевых маршрутах, хорошо видны с проезжей части. Так в ближайшее время начнутся работы по нанесению изображения Юрия Гагарина на доме 43 по улице Демократическая. А ранее на стене дома в поселке Управленческий изобразили советского генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова. Для его создания художникам из команды Самара граффити потребовалось 210 баллонов краски. За две недели они создали масштабное граффити, которое является самым большим в городе. К концу недели в регион придет похолодание. До окончания второй волны Бабьего лета в Самарской области остались считанные дни. Сегодня жители губернии ждет жаркий день. Воздух прогреется до 27 градусов. Такой теплой была осень в Самаре в 1957 году, когда температура воздуха достигла до 32 градусов. По прогнозам синоптиков, похолодание будет незначительным. А уже с 26 сентября стоит ждать третью волну Бабьего лета. Премьерный показ фильма «Гардемарина-4» в Самаре, возможно, пройдет на фестивале «Соль земли». Планами сегодня поделилась киноактриса и режиссер Светлана Дружинина во время встречи с участниками фестиваля, зрителями и актерами самарских театров. В творческом тандеме с супругом кинооператором Анатолием Мукасеевым она планирует снять четвертую часть продолжения известной киноповести. К работе приступит, как только решится вопрос с финансированием. Светлана Сергеевна высоко оценила уровень проведения фестиваля, отметив, что ее творчество также можно отнести к документалистике, поскольку сценарий ее картин написан на основе подлинных исторических документов. Ее фильмы с момента их создания становились всенародно любимыми. Наиболее популярной из них стала трилогия о «Гардемаринах». Да, Господь, получится. Доделаем, наконец, ту самую киноповесть, что ли, или кинопопию. Я не знаю, называйте, как хотите. «Гардемарина 4». Вот получится. Спасибо. Спасибо. Если это получится, значит, опять встретимся здесь у вас. И хотя вы документалисты, у вас кино документальное, вернее, фестиваль документального фильма, но мы где-нибудь там между сеансами документального кино, может быть, посмотрим и художественный, как говорили сейчас, полный метр. Потому что я-то, в общем, снимаю, стараясь опираться на документы. Эта спортивная неделя удачно складывается для самарских профессионалов. Теннисистки сражаются на турнире в Токио, дзюдоистки триумфально выступают на чемпионате страны, а фехтовальщик выиграл этап юниорского Кубка мира. С подробностями Сергей Кизоркин, новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина сражаются на теннисном турнире в Токио. Кирилл Бородачев выиграл этап юниорского Кубка мира по фехтованию. Самарские дзюдоисты собирают комплект наград на чемпионате страны. В сборной Самарской области под дзюдо шесть мужчин и десять женщин триумфально выступают на чемпионате России. В Нальчике в первый день соревнований бронзовую медаль завоевала Юлия Лаврентьева. Во второй день самарцы показали более весомый результат. Золото у Дарьи Межецкой, серебро у Анастасии Конкиной и Валентины Костенко. Третий день турнира тоже порадовал наградами. Второй чемпионский титул с 2014 года завоевала Мария Персидская. Бронзовые награды получили Наталья Комова и Кристина Румянцева. Мужской сборной Самарской области пока не удалось подняться на пьедестал почета национального чемпионата. Кирилл Бородачев выиграл этап Кубка мира по рапире среди юниоров. В Лондон за медалями и рейтинговыми очками приехали 173 спортсмена. Самарец успешно преодолел групповой этап, а в плей-офф одержал победы над соперниками из Великобритании, Египта и США. В полуфинале одолелся отечественника Владислава Мыльникова 15-11. В матче за первое место Бородачев оказался сильнее другого россиянина Григория Семенюка 15-12. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио. Призовой фонд почти 900 тысяч долларов. Во втором круге соревнований она победила китаянку Ван Цян в трех сетах 6-4, 4-6, 6-2. А вот талетинская спортсменка Дарья Касаткина только вышла во второй круг. В первом раунде Касаткина обыграл американку Мэдисон Брэнгл 3-6, 6-2, 6-4. За выход в четвертьфинал Дарья сразится с немкой Анжеликой Кербер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»